А мы идем с Джей гулять. Иди. Что-то снесла уже. Сидеть! 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 Сидеть, говорят! Джей, иди сюда! Сидеть! Молодец! Давай! Давай! Выходим в открытый космос! Пошли! Температура на улице не видно. Температура на улице минус 20, но нам уже не страшно. Идем в поле. Идем в поле. Я думаю, что нас сейчас не видно вообще. Да? У нас у соседа сегодня дизель не мог завестись. Он думал, что это аккумулятор. Я его прикурил. У нашего соседа здесь только две пилеты. И он с двадцатого раза завелся. Либо ему говнодизель залили. Я поэтому не очень люблю дизель. Хотя Славик вот у нас постоянно все машины на дизеле. А чем отличается дизель от бензина? Кто знает, чем отличается дизель от бензина? Я как минимум знаю одно отличие. Какое? Ди-зель-бен-зин. Вообще разные слова. Ну а чем дизель круче, что ли? Дизель пердит, воняет. А бензин? Дизель не пердит и меньше воняет. Вообще у меня есть друг, который чинит нам автомобиль. И он там разбирается. И он рассказывал мне какие-то эти технологии. Блютех или еще что-то там. Кто знает, что это. И считалось, что дизель типа от него выхлопа чище или меньше, чем от бензина. И вот наконец-то спустя там сколько-то много лет. Что-то камера не машет. Ну а что мне делать, если она меня тянет? Что типа, когда дизель выезжает на трассу, типа вот на Симферопольку, выехал, газ нажал и весь срач, который накопился в этом дизеле, он выплевывается еще в большем количестве, чем от бензина. И типа зона 5-7 километров от Москвы. Ну то есть как на трассу выезжаешь, если есть свободное движение, как я понял. А так в целом не знаем. Нас же Паджеро дизельный вытаскивал. Скоро в наших роликах вы увидите, как? Говорить надо громче. Во-первых, ты сейчас на морднике. Во-вторых, тут еще шуба. Я не могу говорить громче. Ты не Варламов, что ли? Нет, это мой нормальный голос. Хорошо. Я не могу говорить громче, тогда я молчать буду. Зачем здесь микрофон, если мне надо говорить не своим голосом? Это мой голос, я так говорю. Я его не понижаю. Ну на все дуюсь. Ты внутрь заходишь? И потом продолжим? Нет, мы сначала идем в поле. А, сначала в поле. Я должна в сумку идти в поле? Можешь тогда с другой стороны идти? Мы получили очень много комментариев о том, какая у нас худышка Джейка. Что мы ее кормим шоколадом, хотя я не помню, когда мы об этом говорили. О том, что у нее толсто жопая жопа. Ну а еще надо учитывать факт, что сейчас зима и она нарастила очень хорошую шерсть. Если бы вы ее видели летом бритую, она не такая. Да, вот у нас люди, как всегда, любят сразу что-нибудь осудить и рассказать. Помимо этого, она у нас еще была долгое время не стерилизованная, а постерилизованная. Но мы не хотели как бы этого с ней делать. Не хотели лишних хирургических вмешательств. Да, но так получилось, что когда ее сестра умерла, мы завели ей как бы приятеля не для размножения, а просто чтобы им было весело вдвоем. Она решила, что это ее сын, и сначала она у него там огрызалась, а потом видимо решила, что он ее сын, и у нее появилась молозива, да? Да. То есть у нее появилась такая ложная беременность. Из-за этого, это мы так полагаем, что из-за него может быть это просто у нее там с возрастом случилось. И поэтому у нее через какое-то время вдруг появилось уплотнение на сиськи. Мы поехали ко врачам, и нам сказали, что это рак. Рак сиськи. Молочной железы. Рак молочной систочной железы. И что собаку надо стерилизовать. Хотя есть разные мнения, что рак может появиться, если простерилизовать собаку. Вообще неизвестно и не изучено, откуда берется рак. Мы гуляем на опасной зоне. Потому что мы сами опасные, и зона у нас опасная. С нами опасная собака. Да. И на фоне этого она поправилась. Нет, ну мы удалили все это дело. У нее гормональные там всякие всплески, революции какие-то. И да, и она просто стала так матереть и мощнеть. Хотя вот у нас на старых фотках, когда посмотришь, такая худышка. Худышка, да. Нам говорят, что бы, как бы, не только вот люди из комментариев нам там написали, что мы ее откормили. У нас вот и приятель есть тоже, у которого чих, он его явно не докармливает. Он поэтому не растет больше. Какой слезет? И Ваньков. Нам рассказал, что бы, что бы это самое откормили. Она у нас, между прочим, похудела на 4 килограмма, когда мы были у врача. Так что это еще шуба делает ее такой. Визуально большой, да, делает шуба. А летом мы всегда ее бреем, чтобы ей было не жарко. И она выглядит очень прикольно, потому что мы ее оставляем ирокез на спине. И она такая лысая, с ирокезом. А когда она возбуждается, у нее прям ирокез встает дыбом. И она сразу говорит, здравствуйте, идите целоваться, мол. Любвеобильная она, барышня. Так что мы с собакой гуляем даже в минус 20. В минус 20. Но потом мы ей обязательно насыпем килограмм шоколада. И мармелада. И мармелада. Потому что она каждый раз, когда Сашка едет в магазин, она такая убегает и говорит, мне обязательно купи шоколада. Горького, молочного и киндер сюрприз. А то я же киндер. Мне нужен сюрприз. Вот идут какие-то люди нам навстречу. А мы им навстречу. Что там еще было? Мы с собакой никогда собаку с поводка не отпускаем. И то, что мы ее держим в жарком помещении. У нее есть свое помещение, где довольно-таки прохладно. И она в любой момент может уйти туда. Но она не хочет туда уходить. А вот, вы нам еще говорите, что мы ее так откормили. При том, что мы ее как бы кормим три раза в день. И кто-то из любителей животных нам написал. А я вообще свою собаку кормлю один раз в день. А вы сами пробовали один раз в день-то есть? Вы такие все специалисты по животным. Один раз в день. А потом еще сесть рядом с собакой и жрать при ней. Да. И говорит, ничего страшного, у тебя диета. Покушай один раз в день. Да. Ну или эти веганы, которые начинают собакам на траву сажать. Так что за нашу собаку не переживайте. У нее все замечательно. А что бы там ни было, сколько я веганов, веганов не видел внешне. Они там конечно получают все белки из травы, из грибов, из всей фигни. Но почему-то у большинства людей тело становится какой-то дряблое, заплывчатое. Но мы ни одного подтянутого вегана не видели. Может они нам конечно не попадались. Чтобы спортивное тело, в основном это были дряблое тело. А этот самый? Кто? Повар одноногий. Он не веган? А я не знаю. Почему-то я решил, что он веган. Жесть, спокойно. Еще будет что-то говорить? Ну поснимай, как она ходит. Носит свое тело. Мне кажется, довольно-таки резво бегает. Хотя ей 10 лет. И мне все врачи говорят, что это уже даже не старая, а это уже древняя собака. Сейчас вот в сугробах какать очень неудобно. Она заходит в сугроб и как бы... Она писала. Ну и все равно. И садиться некуда. Потому что по колено в снегу. Да, Джей у нас много раз это самое участвовал в баталии с докторами. Самое первое, что с ней случилось, у нее от перевозбуждения, что ли, или от чего-то у нее выпало... Завернулась. Завернулась века. Слезная железа. Но это она совсем маленькая была. Но это она совсем маленькая была. Совсем маленькая была. Но мы же не знали, то есть что-то у нее у глаза появилось. Мы когда приехали там на следующий день, нам сказали, надо было ехать сразу. Оно уже как бы подсохло и увеличилось в 10 раз. Теперь его надо запихивать не пальчиком, а ногой. Надо делать операцию. Так как ваш слон большой, ему надо в 10 раз больше всяких этих самых высыпляющих. В общем, первая операция была на глазу. А дальше какие у меня операции были? Какие? Потом сиську ей удаляли. Это уже старости. Потом стерилизовали. Все за раз было. Ну, все равно. Ну, стерилизовали и сиську это все за раз мы делали. Одно из другого вытекло. Нам сказали, что надо стерилизовать, иначе это опять повторится. А просто многие нам, врачи, говорили, что стерилизовать не надо, потому что у них мнения тоже расходятся всегда. Это неизученный фактор. Да, вот опять же я что-то соседа вспоминаю, спонсора нашей рубрики. Что у него кошка не стерилизованная, что-то орет, бегает все время. Верна против стерилизовать. Джей! Что там, какашка? Какашка! Ооо, какая какашка! Видите, мы даже и какашки даем нюхать. Вместе с шоколадками. Надеюсь, это ничьи религиозные. Да. Чувства любителей какашек не должны быть затронуты. Давай вперед! Мы уже так находились в Оржеве по снегам, что мы уже опытные ходоки. В валенках. Снежные ходоки. Да. Снежные ходоки. Да. Снежные ходоки. И подушки у нее замерзают. А люди в комментариях своим собакам дают нагрузку. 20 километров они ходят. Каждый день? Каждый день. Давай, вставай! Да, она утонула в снегу и решила лечь. Говорит, я больше дальше не пойду. Я больше дальше не пойду. Наноси. Так что до конца не изучено, стерилизовать ли собаку или нет. Ну да, в целом бы я его не серьезал. А так, рассказы о том, что любящие хозяева кормят один раз, дают нагрузки по 20 километров. Мне кажется, вы так утрируете и врете. Неужели вы никогда не угощаете свою собаку ничем? Когда мы ее шоколадкой-то угощали, то что вообще? А я не про шоколад, а вообще про вкусняшки для собак специальные, про косточки. Мы даже раз покупали специальный шоколад для собак. Но она его не стала. Она не стала его есть. Говорит, хочу только ваш киндер сюрприз. А то у меня жопа уменьшается. Так что? Да? Малышки. Мам, ты будем ждать? Нурила. Бегущий персонаж в красной курточке. Ну все. Все, мы уже подзамерзли. Хотя не 24, а все минус 20. Дальше мы поговорим дома. Уже в тепле. Уже в тепле. Установилась какая-то сwell.